Какой вы можете привести яркий пример ухудшения качества продукта, который производителями выдается как его улучшение? Озвучено при поддержке Авиасейлс. В местном ресторане цена на бургер упала на доллар, но вместе с бургером перестали подавать картошку фри. Ее продают отдельно за 5 долларов. По словам ресторана, теперь у клиентов больше возможностей для выбора. Возможность поесть бургеры в другом месте. Возможность открыть консерву с тунцом и включить Netflix. Удаление всех физических кнопок и ручек в автомобилях. Производителю гораздо дешевле встроить всю систему в сенсорный экран. И они рекламируют эту технологию как премиум люкс, но почему-то никто не говорит о том, что физическими кнопками и ручками гораздо проще пользоваться, особенно если ты сидишь за рулем. Мне кажется, что помимо всего прочего физические кнопки безопаснее. Ты можешь нажать что-то на ощупь и благодаря этому минимизируется время, когда ты отрываешь взгляд от дороги. Переход на Amazon Prime без рекламы. Несколько недель назад у меня так жестко бомбануло. Смотрел сериал, как вдруг началась реклама. Я же плачу за гребанный Prime, в который включена услуга без рекламы. К тому же вы только что подняли цену на подписку. Моя жена сказала, что я веду себя как старый дед. А я такой, да, черт возьми, мне уже 33 года. И я не хочу, чтобы у меня на лужайке было такое дерьмо с подпиской. Если не ошибаюсь, компания Cadbury пыталась выдать шринфляцию шоколадок в супермаркетах за свой вклад в борьбу с ожирением в Великобритании. Марс тоже так делали. Помню, у них была рекламная кампания, в которой они заявили, что планируют сделать все свои продукты менее 200 килокалорий, просто сделав их меньше. По правде, благодаря этому решению у меня стало больше физической нагрузки. Теперь мне нужно взять с полки два батончика вместо одного. То, что в новых моделях iPhone нет разъема для наушников. А также то, что убрали съемную батарею, которая была стандартом несколько лет назад. Сейчас съемная батарея кажется чем-то из ряда научной фантастики. И то, что перестали класть зарядку в комплект с телефоном. Друг купил новую машину с дистанционным запуском BMW. После первого года эксплуатации за пользование этой функцией пришлось приобретать подписку. Это просто смешно. А я несколько лет назад купил себе видеозвонок Ring. Приобретя необходимое оборудование, я мог записывать и просматривать видеозаписи. Чуть погодя компания перешла на модель подписки. И теперь мое оборудование стало практически бесполезным. ТВ-экраны на бензоколонках. При этом не все из них без звука. Я стараюсь никогда не покупать ничего, что по ним рекламируют. Лайфхак, если проткнуть отверткой динамик, то звук пропадет. Гипотетически, конечно. Ах да, кажется несколько лет назад EA говорили, что хотят, чтобы у геймеров было чувство гордости и выполненного долга за получение особо редкого лутбокса или что-то в этом роде. Если не ошибаюсь, это был самый заминусованный пост в истории. Да, на реддите настолько жестко заминусовали этот пост, что сайту пришлось изменить формат отображения голосов. Раньше вы могли увидеть, сколько именно на том или ином комментарии минусов и сколько плюсов. Теперь отображается только общий рейтинг поста. То есть пост с одним лишь плюсиком и пост со 100 минусов и 100 одним плюсом будут отображаться одинаково с одним плюсом. Признаться честно, я не дал им ни единого доллара, но это не значит, что я не платил им другими способами. Но когда я зарегистрировался на Gmail, мне сказали, вам больше никогда не придется удалять письма. Вам будет предоставлено неограниченное количество места. Сейчас это вовсе не так. Даже их версия для образования Education теперь имеет ограничение в 1 терабайт. Да, это довольно много места для хранения, но еще пару лет назад оно было неограниченным. Вроде как безлимитного места не было, но его было нереально много и Google точно говорили, что мы можем ничего не удалять. Я не думаю, что они сократили объем хранилища, но они его и не увеличивали такими же темпами, какими росли размеры файлов. Отдельная плата за сдаваемый багаж при перелетах. Все знают, что раньше эта услуга была бесплатной и входила в стоимость билета на самолет. Теперь каждый осел, чтобы не платить, прется в самолет с огромной сумкой типа ручная кладь и замедляет процесс посадки. А помните, что отдельная плата за багаж должна была быть временной мерой, чтобы компенсировать рекордно высокие цены на топливо. Вот же прикол. Практически любой переход на модель подписки. Когда я учился в университете, у меня был друг, который был очень рад возможности приобрести подписку на Microsoft Office всего за 5 долларов в месяц. Чувак не хотел копить и покупать полноценную лицензию. Тем временем я вбил в Google студенческая лицензия Microsoft Office и купил ее за 10 долларов. Overwatch 2. Давайте возьмем любимую народом игру и впихнем в нее сплошные микротранзакции. А затем, по сути, запретим первую часть, чтобы у игроков не было выбора, кроме как платить нам больше. Мы не будем убирать ваш номер в отеле или менять полотенца каждый день, потому что заботимся об окружающей среде, что является достоинством нашей компании. Изменено. Я знаю, что некоторые люди реально зацикливаются на определенной частоте выдачи свежих полотенец, которые оптимально подходят для сохранения планеты и радости жизни. Но моя претензия заключалась не в этом. Меня бесит, когда какая-то компания целенаправленно делает для вас что-то меньше положенного. В таком случае приходится просить их о чем-то самому. И тогда они начинают выставлять свои недочеты в качестве своих достоинств. Мы перешли от кабельного пакета из 100 с лишним каналов к подписке на стриминговые сервисы отдельных каналов. И каждый из них по отдельности стоит дороже кабельного телевидения. Смарт-девайсы теперь работают строго сетевым облаком. Да, конечно, мне бы хотелось, чтобы мне пришло уведомление о том, что машинка закончила стирку. Но для этого нет ни одной причины использовать сервер производителя в качестве посредника и полагаться на подключение к интернету. Можно же подрубить стиралку к моему телефону напрямую. Изменено. Очевидно, я имел в виду, что именно технически это никак не оправдано. Само собой, причина в сборе данных и контроле. Так у компании появляется возможность превратить любую функцию в платную подписку или вовсе отменить ее, чтобы вам пришлось покупать новое оборудование, если вы не хотите лишаться этой функции. YouTube. Я уверен, что они на самом деле не улучшают платную версию, а ухудшают бесплатную, чтобы заставить людей платить. Тут вот какое дело. Меня не бесила реклама, когда она была в начале и в конце видео. Когда ее начали пихать 1-2 раза между частями ролика, меня она начала напрягать. Но теперь в среднестатистическом видео на YouTube так много долбаной рекламы, что она чуть ли не появляется в середине каждого гребаного предложения. На днях я пытался посмотреть 40-минутный видос об океанском лайнере или что-то в этом роде, а в итоге кайфовал от 7 или 8 сраных реклам Hyundai. Теперь я никогда не куплю блюдские Hyundai, и мне насрать, насколько они лучше конкурентов. Я понимаю, что большую часть своих денег YouTube зарабатывает на рекламе, но они стали слишком жадными. Раньше платформа была офигенной, но как и с другими компаниями, их стремление выжать бабок по максимуму испортило их продукт. Подписка вообще на все. Я не понимаю, почему люди не протестуют против этой обдираловки. Я вырос на физических носителях. Мы платили один раз за один товар конкретную цену. Купленные мною CD-диски не нужно брать в аренду каждый месяц, чтобы послушать их. Видеоигры я покупал один раз, не было никаких микротранзакций, никаких подключений к серверу, никаких обновлений, никакой прочей сране. Фильмы, которые я купил, все еще лежат у меня на полке. Когда я захочу их посмотреть, я их просто включу и посмотрю. Мне не нужно будет подключения к интернету, и не надо будет ни за что платить. Теперь все вокруг стало смарт. Умные телевизоры, умные холодильники, умные принтеры, умные стиральные машины и так далее. А между тем это крупные покупки, которые раньше служили семьям десятилетиями. Мне вот сейчас нужно менять телевизор, который я купил всего 8 лет назад, потому что у него больше нет поддержки программного обеспечения, и он ужасно медленно грузится. А теперь возьмем мой телевизор в общаге колледжа, который достался мне от родителей и был куплен в год моего рождения. Его пришлось менять только после того, как мой сосед по комнате прицепил к верхнему углу телека магнит. Этот гений не мог найти место получше. Компании смогли встроить устаревание прямо в свои продукты, поместив в них ненужное программное обеспечение. Вы можете купить самый крутой, самый топовый холодильник в надежде, что будете пользоваться им десятки лет. А в итоге он перестанет работать, потому что вы не заменили фильтр для воды на тот, в котором есть умный чип. Это я еще не начал вам рассказывать про Racket на тонерах для принтеров от HP. В момент, когда сотовые компании начали вынуждать пользователей брать телефон в аренду, вместо того, чтобы просто купить новый со скидкой при обновленном мобильном плане. Я вынудил чувака из AT&T объяснить мне на пальцах, каким образом я так экономлю деньги. В итоге я ушел с 15% скидкой на ежемесячный взнос, потому что он не смог никак мне этого доказать. В Великобритании эта тема незаконна. Даже по контракту через 6 месяцев вы уже являетесь владельцем телефона и можете делать с ним все, что хотите. Конечно, вы все равно должны оплатить оставшуюся часть контракта. Умные датчики чернил и подписка на чернила для принтеров. Вся эта срань сделана для того, чтобы содрать с вас бабки, впихнув вам ненужные чернила. О нет, у вас закончились желтые чернила? Остальные еще есть? Ну и что? Принтер не может ничего распечатать. Вам нужно заменить все чернила. Мои родители в свое время купили принтер с тонерами. В нем можно заменять только нужный цвет. Чернила для него дешевле, отходов гораздо меньше. К тому же он прослужил дольше, чем большинство других принтеров, которые у них были. Струйные принтеры тоже скам. Если не печатаешь ничего хотя бы раз в неделю, то тонеры засоряются. Лазерные принтеры Brother крутая тема. Моему уже лет 7. Иногда я месяцами не пользуюсь им, но когда он не нужен, он работает безупречно. Я вот только недавно впервые заменил тонер, естественно, только черный. Телефоны с несъемными батареями. Раньше можно было носить с собой запасную батарею и всего за 30 секунд превратить свои 0% заряда в 100%. А когда батарея изнашивалась, ты просто шел в ближайший магазин электроники и выходил из него снова батареи. В те времена даже детсадовец смог поменять батарею в телефоне. Не требовалось никаких инструментов. Сейчас, чтобы вскрыть большинство телефонов и извлечь старую батарею, вам понадобится термофен. По сути, это мощный фен, который нагревается до 700 градусов Цельсия. Это, в свою очередь, представляет собой опасность возгорания. А если вы случайно повредите батарею, вытаскивая ее, многие люди просто выбрасывают телефон и покупают новый. Если у вас нет необходимых навыков или вам неудобно делать это самостоятельно, вам придется либо отправить телефон по почте, либо оставить его в ремонтной мастерской на срок от нескольких дней до недели. В это время вы останетесь без телефона. Я знаю, что в США есть магазин Apple Store или Ubreak iFix, которые могут поменять вам батарею в течение часа или двух. Но не у всех есть такая привилегия, в том числе и у меня. Производители якобы пришли к такому решению, чтобы сделать телефоны более тонкими и водонепроницаемыми. У меня был Galaxy Note 4, и он достаточно тонкий. Что касается водонепроницаемости, то мне насрать на это свойство. Ведь я и так не макаю телефон в воду. К тому же водонепроницаемость у современных телефонов тоже не идеальна. Ведь где-то на мобиле может быть микроскопическое отверстие. Да и чем старше становится телефон, тем слабее и менее надежным становится это свойство. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какой вы можете привести яркий пример ухудшения качества продукта, который производителями выдается как его улучшение. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока.